За 34 против 23 воздержались двое. Таков итог публичных слушаний по установке общественного сервитута вдоль дома номер 21 по улице Пригородной в Нефтяниках. Ежедневно жители огромного микрорайона рисковали жизнью, пробираясь в детские сады, школы и магазины. Договориться с собственниками земли полюбовно не получалось и сейчас, похоже, вражда перейдет в судебную плоскость. Но зато полутораметровый тротуар исправит ошибку мэрии. Об этом заборе не говорил разве что ленивый. Все чиновники знали, но ничего не предпринимали. Жители микрорайона пытались самостоятельно себя спасти, но натыкались на уверенную оборону соседей. Летом и зимой в дождь и в гололед. Цепляясь за забор, люди идут по своим делам. Экс-мэр Двораковский ошибку своих подчиненных признал, но вовремя ее не исправил. Установку тротуара вынесли на публичное слушание. Жаркие споры к общему согласию не привели. Даже депутат Горсовета от «Единой России» Алексей Сокин признал, что другого варианта нет из-за отсутствия в казне денег. Хотя сам всегда поддерживает нищенский бюджет Омска. Но вот что любопытно. Сокин занял нейтральную позицию и в голосовании не участвовал. Как говорится, ни вашим, ни нашим. В отличие от депутата от КПРФ Константина Ткачева, имеющего четкий взгляд на ситуацию и проголосовавшего за установку общественного сервитута. Правда, как считают многие, победила. Безусловно, я довольна, так как на данный момент в нашей семье скоро будет прекрасное событие. Мы скоро станем родителями во второй раз. И мой первый ребенок должен ходить в школу номер 94. Так как я не могу себе позволить, чтобы он ходил между гаражей. Этим сервитутом я довольна вполне. Эта победа стала маленькой частью. Все понимают, так просто сдаваться собственники квартир в доме номер 21 не будут. И наверняка вновь пойдут в суд. Я думаю, что история еще не закончилась. И мы будем продолжать двигаться в данном направлении. Работы много. Я думаю, администрация нам поможет. И жители как-то станут более миролюбивыми. Но вы считаете, это решение было справедливым? На данный момент выхода другого нет. Поэтому считаю, что да, справедливо. Житейские проблемы мало волнуют администрацию округа. Есть вопросы и по деятельности застройщика. Микрорайон расширяется. И проблема с забором здесь не единственная.